приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут Ольга сегодня я начинаю свой новый вязальный влог и уже по традиции такой летний я бы сказала я начинаю буду с нового старта то есть я хочу начать еще одно изделие и это будет детское изделие значит сразу же начну но конечно же в этом влоге скорее всего я буду еще какие-нибудь процессы продвигать не думаю что у меня будет еще какой-то старт мы посмотрим как пойдет мне кажется одного будет достаточно значит что же я хочу начать я хочу начать детское платье такое летнее детское платье вот из этой вот пряжи значит у меня здесь связаны образцы вот как вы видите пряжа она рассыпчатая такая потому что у нее состав но вот действительно летний рассыпчатая полотно такое вот очень пластичное очень такое интересное получается я думаю что кто-то уже узнал да что это за пряжа это yarnart style называется состав у этой пряжи 67 процентов хлопок 33 процента вискоза так и надеюсь что видно в 50 граммах сто восемьдесят пять метров цвет у меня шестьсот шестьдесят восьмой так фокус значит вот такой вот цвет значит я из этой пряжи вязала как-то для себя джемпер с длинным рукавом не знаю почему я решила что мне надо именно такой летний состав с длинным рукавом и если честно я его практически не носила потому что все таки это не на мой взгляд нет джемпера пряжа мне кажется что то вот такой летний топ маечка вот это вот просто замечательно вот из этой пряжи и значит я этот джемпер распустила я его одевала несколько раз я его распустила и у меня это пряжа лежала как в запасах и я не знала что и не то что не знала но видимо время не приходило до что-то из нее связать и вот сейчас я решила что я хочу связать из этой пряжи платье детское очень такое летние с такими без рукавов будет как бы буду вязать снизу вверх я думаю еще не решила нужно подобрать какой-то узор я думаю что я не буду вязать его лицевой гладью я хочу по передней части узорчик ставить какой-нибудь поищу пока в интернете может пинтересте что-то найду и конечно же буду подключаться и показывать вам что у меня получается и так значит быстренько хочу подключиться и показать начало своего процесса потому что ну думаю может быть у меня не будет ближайшее время возможности показать там уже будут большие продвижения но мне хотелось немножко поделиться чем да то есть я начала вязать платье детское как и говорила снизу вверх поэтому здесь у меня по расчетам как бы должно получиться где-то 80 может быть чуть побольше в обхвате сантиметра да и значит я но даже если больше или чуть меньше это вообще не критично потому что это не сплатье подок то есть там не так важно и что я решила значит какую форму здесь взять конечно сейчас вот еще непонятно да что у меня получается тем более провязано немного но значит по центральной части переда и по центральной части спинки у меня будет идти узор узор я подобрала с листочками да как я говорила и значит когда я начала вязать этот узор да еще хочу сказать что вот у меня получается перед узором идет часть просто лицевой гладью до с одной стороны с другой стороны по бокам у меня будет идти изнаночная гладь и вот в этой изнаночной глади до по бокам то есть я буду делать в дальнейшем убавочки как бы немного приталивать вот это вот платьишко поэтому я здесь делала изнаночную гладь и ну мне кажется так будет интереснее может быть смотреться но в общем у меня возникли проблемы с узором я начала по схеме вроде бы в пинтересте нашла схему узора начала по схеме вроде бы вывязывать и смотрю что что-то не то получается совсем не то но я первые то несколько рядов где-то рядов 8 все правильно провязано а дальше идет сбой ну получится не то что было вот изначально задумано поэтому я стала разбираться на это время потратила да то есть я разбиралась в узоре в итоге я по просто по картинке уже связанного образца разобралась значит какие должны быть обозначения на самом деле и конечно вот сейчас уже вижу но можно сказать из головы нигде этой схемы вот такой вот нет но я понимаю просто где делать убавки где прибавки поэтому я как бы ну понимаю да какой должен быть узор в общем то вот и вот сейчас разобралась и буду конечно продолжать повяжу еще может быть я сегодня то я уже точно не подключусь а вот может быть я еще день повяжу посмотрим может какие-то другие процессы продвину да и позднее тогда уже подключусь и более подробно об этом платье но платье я еще конечно в работу возьму поэтому более подробно потом о нем уже вам расскажу и вижу на спицах я 325 и мне в общем то нравится как получается лицевая гладь вот здесь вот в принципе неплохо мне кажется смотрится можно было даже я думаю три с половиной спицы взять ну ладно тут у меня уже петельки спустились так это очень опасно с такой пряжей очень такой скользкой сейчас буду аккуратно собирать все подключусь позднее и так я подключаю чтобы показать вам продвижение по платью но и не только да начну я наверное не с платья а начну еще с одного своего нового получается старта но я как бы особо за старт это не считаю это такая мелкая работа ну как мелко все равно изделие да будет значит я я думаю в кадре вы уже видите да начала еще носочки вязать я показывала что в этом месяце я начинала мужские носки может быть и в том месяце в конце того месяца в мае начинала ну в общем мужские носки у меня не пошли я решила я вообще их пока не буду трогать ну вот из той пряжи на кобоха а возьму свяжу пару детских носочков на осень да для дочери из остатков пряжи то есть у меня много различных остаточков вот такие есть есть еще и другие и я решила значит что ну наверное из них комбинирую такие теплые просто носочки чтобы вот и по дому ходить и может быть даже в опуфих одевать я свяжу примерно здесь где-то 200 метров на 100 грамм вот во всей этой пряжи 200 метров на 100 грамм но состав разный допустим вот это вот пряжа называется пехорка носочная здесь 50 процентов акрил 50 процентов шерсть вот это вот тоже такая же только цвет разный вот такой вот красный у меня цвет тоже получается такой же состав как у насочной а вот это вот у меня пряжа насочная однако я уже не знаю не помню как она называется но это толстая такая насочная пряжа здесь 75 процентов шерсть 25 процентов полиамид и метраж да у нее такой же 200 метров на 100 грамм и значит я решила что вот из этой из остатков этой пряжи я буду вязать именно те места где сильно протирается да то есть мысок пяточку свяжу вот этими вот этой пряжей а все остальное как-нибудь скомбинирую но я и начала комбинировать и вяжу одновременно два носочка на разных правда спицах значит здесь у меня метод мэйджи клуб используется ну а здесь я вижу вот такими вот спицами да с гибкой леской гибкими или как даже не знаю как правильно называют носочки ну в общем а вот такими спицами номер три у меня эти спицы ну все конечно же и значит я начала вот от мыска да но чтобы все остаточки вывязать как 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 по возможности примерно разделила их вот на две части красный цвет у меня тоже было разделено две части ну и вот так вот буду вязать до перед заикаюсь уже не знаю почему у меня словарный запас просто иссяк то есть буду попеременно да вязать то один то другой и связывая остатки и значит вот что у меня сейчас получается где-то на размер наверно 32 я свяжу эти носочки потому что ну конечно же к осени нога у дочери подрастет сейчас мы носим где-то 30 31 наверное размер 3 2 я свяжу а так как это все таки ну такое полотно вязаная дату она конечно же растягивается просто если слишком большие вязать то тоже ничего хорошего да будет вот остаток торчать это тоже не есть хорошо скажем так не знаю буду включать нет серый цвет но посмотрим сколько будет хватать то есть здесь у меня будет полностью сборная солянка для такого домашнего ношения в обувь то есть да и ребенку я не думаю что прям такая эстетика какая-то нужна главное чтобы было тепло вот такой вот у меня получился еще один старт да я отодвину это все значит ну это я буквально вот знаете вязала когда там монтировала видео когда снимала там вот так я снимала тоже немножко вязала то есть вот так вот между делом да между основными своими процессами вот вязала эти носочки попозднее конечно за них более так серьезно возьмусь до планирую в них наверно пяточку бумеранг и скорее всего даже не будет клина подъем потому что ну для ребенка это в принципе клина подъема на худенькую ножку не нужен я думаю не обязателен в конце концов ну а теперь давайте вернемся к моему первому старту да к платью значит за это время что я снимаю влог я в принципе два процесса до продвигала из вязание я имею ввиду но сначала поговорим о вязании значит вот сейчас сколько у меня продвинулась платье детского я отпарила немного отпарила полотно чтобы и рисунок стал более понятен да чтобы было его лучше четко видно после бто и после я потом еще раз отпарю потому что я уже знаю на своем опыте что вот эта пряжа любит отпаривание она становится еще более пластичная еще более эластичная и петельки лучше разравниваются значит что у меня вышло я последний раз показывала вот поставила маркер то есть вот на этом этапе я вам показал ну то есть совсем буквально самое начало конечно же и я довольно таки много времени потратила на вязание вот остальной части этого платья еще раз немножко напомню значит у меня по центру идет вот такой узор по передней части по задней части идет вот такой узор дальше идет у меня лицевая гладь по бокам и по бокам изнаночная и по изнаночной глади я делаю убавки то есть я продвигаюсь к верху до этого платья и делаю бабочки вот на данный момент я уже сделала три убавки по две петельки с каждой стороны убавляю и того получается уже 12 петель я убавила да если я не ошибаюсь значит вот что у меня сейчас вышло мне нравится в принципе как получается да вот крайне много закручивается но я хочу применить кое-какую обработку здесь понизу крючочком ну в общем потом в дальнейшем расскажу еще не знаю вообще ну и даже вот если честно будет немного заворачиваться я считаю это не критично летнее детское платье которое будет носиться конечно не так аккуратно я уже кстати задумалась над тем что такая пряжа и для детского платья она конечно хороша она замечательная но дочь у меня очень подвижная и конечно это платье скорее всего очень быстро станет ну не такого уже презентабельного вида ну ладно в общем то все лучшее детям значит вот вот что у меня на данный момент получается я даже не буду наверное измерять но не знаю сколько здесь сантиметров 15 может быть я связала высоту примерно так значит спицы как я говорила 325 не такие крупные да и сама пряжа не очень послушное вязание на на скользкая и петель конечно вот сейчас на данный момент петель много 200 с лишним петель и это вяжется конечно медленно но тем не менее будет конечно все меньше и меньше да с убавками этих петель становиться ну и быстрее наверное будет вязаться вот то есть обязательно пока все это все мои вязальные продвижения за это время а сейчас я хочу вам показать немножко другого своего творчества но кому не интересно я благодарю вас за просмотры а тем же кому интересно посмотреть мои другие увлечения давайте приступим значит помимо вязание мне нравится вышивать да но вышивать их получается очень редко и очень мало но я уже показывала свою вышивку в предыдущих своих логовых видео может быть месяц назад я даже не помню и значит я за это время еще немного продвинула и сейчас вам покажу эти продвижения да сразу скажу что у меня вышивка с алиэкспресса до китайская и конечно же там ну наверное не такая она качественная как если бы я покупала где-то на валберес или озон наши отечественные вышивки там или какие-то такие знаменитые да но если бы я этим занималась вот на постоянной основе то возможно я бы купила но пока я думаю мне такой достаточно покажу сразу вам превью какое должно получиться то есть что какая картинка должна у меня выйти это вот такой вот пейзаж домик зимний да такой вот ну в общем ну красивая такая зимняя картинка мне кажется значит и сейчас я вам ставлю фотографию что у меня было выше то до последнего момента совсем немного и вот сейчас я вам покажу что у меня получается то есть постараюсь вот так вот и фотографию вставить и вот что у меня получается на данный момент то есть все таки я потихоньку потихоньку но продвигаю эту вышивку вот я решила что хотя бы там день я буду тратить на эту вышивку хотя бы раза два в месяц но нужно тратить время и на вышивку потому что мне хочется мне хочется вышивать вот значит вот такие вот у меня продвижение по вышивке но и это еще не все я конечно давно хотел попробовать еще одну так скажем вышивку но это не вышивка это алмазная мозаика до много девочек уже пробовали много девочек многим это нравится и значит я решила что наверное я попробую тоже с алиэкспресса заказать себе мозаик алмазную и посмотреть что у меня получится я заказала но она еще не пришла но я фикс прайсе видела детские алмазные мозаики и думаю да я попробую для дочери тоже вот куплю и мозаику посмотрим как у нее это дело пойдет и значит я и купила вот такую вот алмазную мозаику и на данный момент вот что выложено уже в этой мозаики не знаю будет видно нет значит вот у нас выложен полностью получается низ и вот здесь вот начали мы уже выкладывать но здесь вот я убираю пленочку да и вот так вот мы выкладываем вверх ну то есть вот так вот но почему я говорю у нас дочь моя да она сначала начала вот так рьяно вроде выкладывать а потом все меньше и меньше мама помоги мама иди вот этот цвет за меня выложи и вот так вот пошло поехало и получилось даже что вот наверно вот половину вот этой нижней части выложила я и здесь не все не все она выложила я выкладывала не знаю ей стало как-то скучновато она еще раз скажу что она у меня очень подвижно и вот сидеть какие-то вот такие вот кропотливые работы делать ну это надо вот чтобы она вот ее вообще ничего не отвлекало а у нас то мы мультики смотрим то значит у нас там надо бежать куда-то в огород то еще что-то и в общем она не особо вот сидит этим занимается просто еще так получилось что она у меня приболела ну и если вы слышите по голосу то естественно я всегда от нее заражаюсь и тоже конечно же приболела но сейчас уже остаточные эффекты у меня только остались и вот когда она болела и были дни когда она сидела с бабушкой дома да я работала она значит я решила что вот пусть они посидят в мозаикой позанимаются да тихо так особенно когда дождь у нас была такая дождливая погода что ну вот дома что делать какие-то настольные игры и я думала что как раз она мозаичку то вот эту соберет но нет она пособирала да вначале вроде и хотелось там несколько дней неделю а потом все у нас как бы азарт прошел не знаю возможно эту мозаику я-то конечно бы ее выложила бы вот сейчас вот можно за пару часов конечно тут уже сюда выкладывать но может быть она все-таки еще захочет сама поработать на ней посмотрим значит и вот такое вот еще увлечение ну а когда придет мозаика моя там конечно все более такое сложное там не такая простая картинка хоть и китайская мозаика но я обязательно покажу какой-нибудь распаковки посылки потому что там я выписала не только мозаику но и кое-какую пряжу но какую можно в китае заказать пряжу да я думаю все догадались уже то это пух норки то есть вот было снижение цен и я решила что нужно нужно заказать потому что ну пух норки на аксессуары мне очень нравится на плечевые изделия возможно возможно даже и плечевое какое-то изделие свяжу на этом покажу вам пряжу расскажу но мне не хотелось бы вот этого эффекта что везде лезет этот пух поэтому я особо как бы плечевых изделий из пуха норки для себя не хотела бы навязывать поэтому ну на аксессуары мне очень нравится конечно это пляже ну все на этом я пожалуй буду заканчивать свое видео и так мне кажется уже всего по все всего понемногу вам рассказала и даже спойлер да на будущее но очень хотелось как бы поделиться да какими-то своими другими событиями не только вязальными но и вот такими вот тоже касающиеся моего творчества надеюсь что вам это понравилось и на этом я буду заканчивать свое видео благодарю всех за просмотр и кто не подписан обязательно подписывайтесь не забывайте ставить лайки и конечно же пишите свои комментарии чем вы еще увлекаетесь помимо вязания мне очень интересно было бы узнать и как обычно я с вами не прощаюсь а говорила до новых встреч пока 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 пока